Здравствуйте, уважаемые зрители! В конце июня 1941 года, прорвав фронт в Прибалтике, третья танковая группа ГОТО шла к Минску, где планировалось замыкание котла, причем на большой глубине. Поэтому позади спешно подтягивались люфтваффы, дабы обеспечить зонтик немецким танкистам, которые, прорываясь вперед летом 1941 года, часто жаловались на мощные удары советских ВВС, которые не были уничтожены в первые дни войны и стойко сражались за советское небо, хотя потери были очень высоки. Но вернемся к главной теме. 25 июня 1941 года немецкие истребители перебрасываются на аэродром Порубанник, что близ Вильнюса. Наша разведка фиксирует прибытие 109 мейстершмиттов из 26 и 27 эскадр люфтваффе и аэродром предстоит разбомбить, точнее попробовать, так как удачных ударов по аэродрому в истории не так уж и много, в сравнении с попытками, конечно. Тем не менее, попытка не пытка. Так, ближе к полудню 29 июня 1941 года с аэродрома под Курском поднимаются в небо наши самолеты ДБ-3 из 100-го дальнего бомбардировочного авиаполка. Причем, два самолета потерпели крушение еще при взлете. Остальным машинам мешала ненастная погода, поэтому, не долетая до цели, они бомбили врага ближе и возвращались. И далеко не все, ведь огонь с земли и действия врага в небе делали свое дело. Из задания не вернулось 14 экипажов дальних бомбардировщиков. Тем не менее, несмотря на вышеуказанные факты, ДБ-3 лейтенанта Павла Дмитриевича Суботина добирается до своей цели, которой был аэродром Порубанник. Это уже было везение, а дальше советский экипаж 13 часов 10 минут по московскому времени скидывает на аэродром 10 бомб ФАП-100, которые попадают в цель. Противник фиксирует разрывы на аэродроме, которые приносят потери. Четыре Мейстершмитта 109 в безвозврат и еще один Фокер. И с повреждением еще шести машин, причем оно доходило до 80 процентов. И далеко не факт, что эти самолеты были восстановлены. Немцы взлетели на перехват и заявили победу над нашим самолетом ДБ-3. Да, атака была, но наш экипаж смог уйти. В завершении стоит сказать, что за плечами Суботина в июне 1941 года было 5 удачных вылетов, включая удар по Люблину и переправам через Березину. Но высоких наград он за это не взыскал. Данных по удару, по аэродрому Порубаника не было. Мы их знаем из немецких документов. Да и воевали тогда не за награды. А у меня на этом все. Всем желаю крепкого здоровья. До скорых встреч. До свидания.